МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дружба в Биробиджане проходит спортивный фестиваль среди студентов учреждения среднего профобразования «За Спорт». На юбилее у сказки 50-летия со дня основания учреждения отметили воспитанники и их родители педагогический коллектив Биробиджанского детского сада номер 44. Своих не бросаем, военнослужащие в зоне СВО получают почту без задержек и лично в руки. Противодействие и ликвидацию последствий возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обсудили в ходе выездного заседания Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности в правительстве автономии. На встрече затронули вопросы противопаводковой обстановки и пожарной безопасности на территории ЕАО. Председатель комитета Виктор Бондарев отметил важность решения системных проблем, из-за которых из года в год повторяются одни и те же ошибки. Мы внесли в проект решение, мы отработаем это дело, будем контролировать выполнение. Там много вопросов и касающихся изменения законодательства, там много вопросов и касающихся федерального центра по оказанию помощи руководством этим мероприятиям на территории региона, потому что у региона на это нет ни сил, ни средств. И если с паводками в ЕАО проблема обстоит не так остро, за счет строительства дамб уже в следующем году область будет прикрыта от подтоплений на 90%, то неподготовленность региона к борьбе с пожарами остается очевидной. Недофинансирование региона в вопросах пожарной безопасности на данный момент составляет порядка 340 миллионов рублей. Потом проговорили еще раз вернуться к этому вопросу, вернуться вместе с Минприродой, с Комитетом по безопасности и выработать те алгоритмы, которые позволили не допускать, во-первых, такого горения, а самое главное – защитить людей от пожаров. На фоне тех пожаров, которые уже были в этом году в ЕАО, и тех, которые до сих пор продолжаются в некоторых регионах России, вопросу пожарной безопасности уделяется большое внимание на федеральном уровне. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21. Восемь команд, представляющих учреждения среднего профессионального образования ЕАО, приняли участие в спортивном фестивале «За спорт». Его организатором выступила профсоюзная организация Преамурского госуниверситета имени Шаламалихима, получившая грант областного конкурса общественных инициатив. В рамках турнира пройдут соревнования по баскетболу 3 на 3, волейболу, мини-футболу. Завершится фестиваль легкоатлетической эстафетой. Основной изюминкой нашего мероприятия, нашего фестиваля является то, что мы для студентов СПО проводим еще и показательные игры по русской народной игре «Лапте». Хотим возродить эту народную игру среди студентов. И вот сегодня на стадионе «Дружба» мы организуем две команды среди студентов и попробуем поиграть, поучим правила, посмотрим, что из этого получится. Ну, надеемся, что эта игра все-таки приживется среди студентов и разойдется в свое учебное заведение. Выставочная встреча привлекла внимание всех участников фестиваля. Между тем, соревнования по «Лапте» имеют давние и хорошие традиции в области. Азарт участников и искренний интерес к этому виду говорят о том, что идея авторов грантового проекта будет успешно реализована. По итогам фестиваля будет подведен общекомандный зачет. Лучшие учебные заведения будут награждены кубками и медалями. Призеров в отдельных видах также отметят наградами. Вячеслав Пасманик, Андрей Кирюшин, Денис Листюхин. Новости 21. Детский сад «Сказка» под номером 44 отметил 50-летие со дня основания. В честь дня рождения в стенах учреждения состоялся праздник. С 1973 года детский сад прошел длинный путь становления, творческого поиска, накопления педагогического опыта. Сегодня это стабильное, успешное и развивающееся в соответствии с современными тенденциями дошкольное учреждение. Его посещают около 300 детей от полутора до семи лет. У нас очень творческий, сплоченный, стабильный коллектив. И мы очень активно вовлекаем детей в образовательную деятельность. Для их дальнейшего развития, для того, чтобы они успешно учились в школе. Новые технологии используем. В частности, в нашем саду активно используется развивающая технология сказочной лабиринты игры Воскобовича. Детский сад гостеприимно распахнул двери для друзей-коллег, родителей и воспитанников. На входе их порадовали красочными и черно-белыми фотографиями о жизни и работе педагогов в разные годы. Своеобразным порталом в прошлое стала выставка игрушек советских времен, которая растрогала всех присутствующих. В числе гостей также были депутат ЗАГС Собрания ЯУ Андрей Голуб, председатель Гордумы Антон Болтов и глава города Максим Семенов. Они обратились со словами поздравления к юбилярам и наградили отличившихся сотрудников детского сада благодарственными письмами. Я всегда с особым трепетом относился к учителям, к воспитателям, к врачам, говоря, что это не профессия, это призвание, любовь к детям в первую очередь. Поэтому спасибо огромное. Заслуга только ваша, того, что детский садик выглядит хорошо, приятно, чисто, что здесь детки радуются, улыбаются, танцуют, поют. Это очень здорово. За годы работы в детском саду сформировался коллектив единомышленников, которые помогают детям познавать новое. Сотрудники дошкольного учреждения идут в ногу со временем, учатся и профессионально растут, используют разные формы обучения. Для воспитателя Ольги Баселиной история коллектива во многом совпала с личной трудовой биографией. В детский сад я пришла очень давно, я уже отработала больше 40 лет. Пришла я сразу после училища, так и осталась в нем. В основном дети-то у нас идут потом в 11-ю школу. Каждое утро или обед мы идем, встречаемся, даже уже выпускники приходили тоже. А самые большие дети, они уже ко мне своих детей водят. Воспитатели и их подопечные выступили одной командой на юбилеи. Педагоги предстали в образе героев мультфильмов и сказочных персонажей. Дети, в свою очередь, исполнили яркие номера в красочных костюмах. Совместная работа юбиляров не могла не радовать сидящих в зале гостей. Екатерина Кувалдина, Богдан Патрин. Новости 21. У родственников, друзей, знакомых и просто неравнодушных россиян остается возможность совершенно бесплатно отправить посылку до 10 килограмм участникам специальной военной операции напрямую в зону конфликта. Доставкой посылок и писем занимается Фельдъегерская почтовая связь Вооруженных сил Российской Федерации, гарантирующая вручение корреспонденции лично в руки адресату. Корреспонденция доставляется на узел ФПС, разгружается и в дальнейшем проводится ее сортировка по направлениям. В дальнейшем она отписывается по реестрам и отправляется в зону проведения специальной военной операции, где уже таким же порядком передается на обменные пункты ФПС узлов и станций, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, и они уже доставляют корреспонденцию и вручают под роспись, соответственно, адресатам, указанных на посылках. Для солдат, выполняющих свой воинский долг вдали от дома, весточка от родных всегда приятный подарок. Понимание того, что тебя поддерживают и ждут, значительно облегчает переносить все тяготы и сложности воинской службы. На самом деле очень трогательно, они бодрят, так сказать, внушают уверенность в себя. Хочется стараться, бороться ради них. Молодцы, спасибо им большое. Очень приятно. В свою очередь дома, в тылу, бойцов стараются поддерживать не только родные и близкие. Все больше общественников и волонтеров организуют сбор помощи военнослужащим. Многие дети, школьники и детсадовцы отправляют письма российскому солдату, передавая им слова поддержки. Андрей Кирюшин, Новости 21. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова